Меня зовут Чмутова Валерия, я ученица 7 класса, 3 школы номер 5, аул Акмо, Целиноградский район. Моя статья называется «Духовное возрождение по Целиноградске». Патриотизм начинается с любви к своей земле, к своему аулу, городу, региону, с любви к малой родине. Это слова Нурсултана Абишевича Назарбаева. Взгляд в будущее – модернизация общественного сознания. Вот уже три года, как увидел свет эта публикация, которая вызвала у меня огромный интерес. В апреле 2017 года Елбасы обратился к народу Казахстана с программной статьей «Болошак Кабахдар Рухани Жанхуру», в которой сказано, как всем казахстанцам вместе сделать шаг навстречу светлому будущему Казахстана, превратившись в единую нацию, в народ сильных, ответственных и современных людей. За время, прошедшее с момента выхода программной статьи «Взгляд в будущее – модернизация общественного сознания», идея, отраженная в ней, выслеживая отклик и поддержку в сердцах целеноградцев. По историческим меркам прошло совсем немного времени, но результаты работы впечатляют. Это реально значимые события, как в масштабах всей страны, так и на территории Целеноградского района, где я проживаю и убеждаюсь, что это действительно так. В своей статье я предлагаю познакомиться с результатами исследований, предоставив краткий обзор достигнутых результатов по реализации программы в Целеноградском районе. На сегодняшний день в регионе активно реализуются значимые проекты, проводятся широкомасштабные и разноформатные мероприятия. В рамках спецпроекта «Туранжер» в моем родном селе Акмол открытый проектный офис «Рухани Жангыру», Центр активного долголетия, Центр семьи. В парке «Рухани Жангыру» можно увидеть фотогалерею «Улы Даланан, Улы Есендеры» – «Великие имена Великой Степи». Также важным событием для нас стало открытие «Аллеи Славы» 13 героев труда уроженцев нашего региона. Бюсты трем знаменитым казахским бием – «Толеби», «Айчкеби», «Казыбекби» установлены на территории районного суда. А в центре находится памятник, ой, бюст героя социалистического труда Ивана Ивановича Шарфа. Меня очень сильно называли сакральные места Казахстана. А в республиканский реестр сакральных мест Казахстана вошел мавзолей Кабанбай-Батыра, который находится в селе Кабанбай-Батыр. В реестр сакральных мест Акмольдской области вошел мавзолей Ньесбия, что приводится в Белый Мавзолей, и он находится в селе Тайтубе. Место захоронения Ибрайжа Икпаева, который во второй половине XIX века был агас-фултаном Акмольдского уезда и обосновал поселение Акпан на территории современных сел Родина, Зеленый Гай, Садовая и Акмишит. Кубек-Батыр – это один из приближенных батыров хана Абылая, захоронение которого находится на территории Короткельского сельского округа. Крык-Пай-Баба, живший в XVIII веке, и его захоронение находится возле села Женожол. Огромный интерес у жителей и гостей Целиноградского района вызывают природные памятники. Это богатые истории сопка Майлантау и соленое лечебное озеро Сарыколь, которое и в настоящее время посещает люди с заболевшими суставами. Проведенное мною практическое исследование показало, что наблюдаемое сегодня духовное возрождение по Целиноградски – это восстановление связей поколений, осознание причастностей к судьбе своего народа и своей Родины. Свою статью я хочу закончить словами Ельбасы о том, как важно, чтобы казахстанцы, особенно молодое поколение, понимали ценность модернизации. Чтобы выжить, нужно измениться. Кто не сделает этого, тот будет занесен тяжелым песком истории. В перспективе я планирую исследовать тему духовного возрождения в Акмонской области и представить результаты в научном проекте. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok